Без квартиры денег, но с надеждой на спасение. Обманутые пайщики ЖСК машиностроительный идут на крайние меры. Люди готовятся провести акцию протеста у стены регионального парламента. Они просят помощи у местных властей, но получают ее пока только у коммунистов. Ранее в нашем эфире мы рассказывали о том, что около 80 пайщиков уже несколько лет бьются за свои новые квартиры. Они отдали последние накопления. Многие продали свое единственное жилье с целью его улучшить. Но недобросовестный застройщик сумел вырыть только котлован. Амичи пришли в Омское отделение КПРФ. Они в отчаянии и просят поддержки. Естественно, коммунисты не отказали. И, как нам стало известно, пайщики готовятся массово выразить свое недовольство в решении данной проблемы. По их словам, мэр Двораковский ничем помочь не смог. Да и губернатор Назаров, похоже, расписался в своем бессилии и нежелании. А между прочим, сумма украденных у Амичей денег немаленькая – 204 миллиона рублей. Сейчас люди ощущают надежду, хотя бы как минимум надежду, что им смогут помочь. Потому что сейчас у них не просто отчаяние. То есть многие люди брали кредиты. Многие люди после того, как Копяных так жестоко кинул с деньгами и с постройкой, просто дошли до того, что состояние здоровья было у многих неподъемным. Они с кровати встать не могли. То есть настолько это психически для них было ударом. Вот. Соответственно, они, поэтому уже письмо президенту, уже не только президенту готовы писать, я его сама напишу, отправлю. Также мы задействуем Следственный комитет, федеральные программы, что-то типа «Человека из закона». Вот все, все те передачи, которые захотят разобраться в данной ситуации, захотят выслушать людей и их услышать. Соответственно, очень большие надежды возлагаются вот на коммунистическую партию, что как-то по этой линии будет продвижение.